решение свободы свыше трех лет. При этом суд, вопреки доводам защитника, находит, что в интерминированном действии Натулина признаков преступления в сфере предпринимательской деятельности не имеется. Стадия производства по уголовному делу данные о личности обвиняемого, а также те обстоятельства, что он, как об этом указывается следователем в своем кадатстве и подтверждается представленным в суд материалами, оказывал воздействие на свидетелей, наличие свидетелей, находившихся в непосредственном подчинении Натулина, позволяет суду сделать вывод о том, что обвиняемый, используя свое служебное положение, может угрожать свидетелям по делу с целью склонить их к отказу от своих показаний или изменению ранних данных показаний, либо оказать на них с этой целью иное давление, может принять меры к сокрытию или уничтожению доказательств, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также скрыться от следствия суда. В то же время суд полагает, что, исходя из фактических обстоятельств, отсутствие судимости и сведения о наличии каких-либо данных, свидетельствующих о том, что Натулина может продолжить преступную деятельность, не представлено, поэтому его внимание не принимается. Суд учитывает возраст, семейное положение, состояние здоровья обвиняемого, наличие постоянного места жительства, характеризующие материалы, наличие близких совершеннолетних родственников. Вместе с тем, суд, не соглашаясь с доводами защитника, находит, что избрание в отношении обвиняемого Натулина иной меры пресечения, в том числе в виде домашнего ареста, невозможно в начальной стадии расследования, поскольку иная мера пресечения не исключит саму возможность для него скрыться от органов следствия и суда, либо иным образом препятствовать производству по делу, что не будет отвечать задачам уголовного судопроизводства. Кроме того, по уголовному делу продолжается сбор доказательств. Порядок задержания Натулина, предусмотренный статьями 91-92 ГУК РФ, соблюден. Сведений о наличии у Натулина заболеваний, препятствующих его содержанию в следственном изоляторе, не имеется. В случае необходимости соответствующая медицинская помощь может быть ему оказана в условиях содержания под стражей. Кроме того, обвиняемый либо его защитник вправе обратиться с ходатайством о проведении медицинского освидетельствования на предмет наличия либо отсутствия Натулина заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. С учетом изложенного суд считает необходимым избрать на отношение обвиняемого Натулина меры пресечения в виде заключения под стражу.